Официальные итоги выборов президента России. Центральная избирательная комиссия страны подведет в течение 10 дней, но уже очевидно, что общая картина не изменится. Лидер по количеству набранных голосов – действующий президент Владимир Путин. Эти выборы уже называют рекордными. Количество избирателей, отдавших свой голос за Владимира Путина, превысило 54 миллиона. Это самый высокий результат на президентских выборах в истории России. До завершения голосования в стационарном режиме осталось 10 минут. Объективный и пунктуальный электронный КАИП. Сразу после объявления на участок 19.38 в шестой школе заходит последний избиратель. Он голосует и спустя 5 минут комиссия за закрытыми дверями приступает к подсчету. Строго по протоколу вначале считают неиспользованные бюллетени. Сейчас бюллетени считаете, сколько у кого осталось. Не обязательно перекладывать. Вот так каждый бюллетень вам указывает. Потому что это не ручной счет за кандидата. Сразу забирает подростки, секретарь принимает и складывает в одну кучу, чтобы их погашать. Гасят, удаляя левый нижний угол. Затем из запечатанных урн бюллетени людей, которые голосовали на дому, вносят в КАИБы. И вот итоги. Больше всех 74,4% голосов за четвертого кандидата в списке – Владимира Путина. Впрочем, подобные результаты с уверенным лидерством Путина фиксировали на абсолютном большинстве избирательных участков России. Вчера вечером в общественных пунктах кандидатов сторонники следили за свежими данными, поступающими из федеральных СМИ. Я понимаю радость тех сторонников, которые действительно голосовали за Владимира Путина. И, наверное, это тоже очень важно осознавать, что мы одна, единая, сильная команда. Потому что, понятно, зависит очень много от президента. Но больше всего зависит от нас, насколько мы готовы решать те задачи, которые стоят не только перед президентом, но и перед президентом, который ставит перед нами эти задачи. И я благодарю еще раз наших избирателей за их активность, за их неравнодушие. Спасибо за просмотр!